Реки и озера Ульяновской области Сегодня у нас в студии ее соавтор, один из тех, кто создавал эту книгу, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета Михаил Карепов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представим объект нашего разговора. Ну вот, собственно, это книга, которая вышла совсем недавно, то есть в конце прошлого года. Основной тираж мы вообще получили буквально на днях. Она получилась достаточно большая, как можно видеть. Мы специально сделали ее, постарались сделать интересной для разного круга читателей возможных. Она у нас состоит из трех блоков. Первый блок – это иллюстративный, который как раз был написан преимущественно по результатам наших экспедиций и рамках проектов Ульяновского областного отделения Русского географического общества на реки и озера. И он содержит массу фотографий, карт и такой цветной, скажем так, больше журнального типа для тех, кому хочется познакомиться с природой Ульяновской области, с реками и озерами, с водоемами в научно-популярном плане. Второй блок – он научный целиком. Это экосистема рек и озер. И здесь уже представлена вся фактическая информация. Статья научная, да? Да, это отдельные очерки по химическому составу, по флоре, по фауне. Здесь много таблиц. Скажем так, для детей может быть не очень интересно в плане именно чтения такого художественного. Но здесь практически вся исчерпывающая информация о составе флоры, фауны, водоемов, их качестве. В общем-то, и любой студент, ученый, биолог сможет подчеркнуть эту информацию и уже использовать для своих нужд. Ну и третий блок – это посвящен пылевым экспедициям. Это то, что у нас было проведено в рамках проекта, как я уже сказал. И здесь как раз-таки он будет интересен для будущих путешественников. Здесь мы указали, где, в какое время мы были. Здесь уже карты. Да, здесь карты наших маршрутов, состав участников, сложности основные, какие мы испытывали. То есть, если кто-то захочет когда-то повторить, провести мониторинг, повторить исследования, либо свои исследования провести, он уже будет знать, на что обращать внимание. На чужих ошибках будут учиться. Ну, в общем-то, да, или использовать чужой опыт. Ну и заодно можно тут встретить всех людей, которые были. И при необходимости, слава богу, они все еще, да, работают активно, живы и здоровы. Можно их найти, обратиться к ним, ну и, собственно, получить какую-то информацию, консультацию. Вот. Так что она получилась такая разноплановая. Но мы постарались в одной книге уместить все, что, в общем-то, наработали за эти долгие-долгие годы. Вы сказали «мы». То есть, у вас над этой книгой работала целая команда. Вот, может, вкратце, представьте, кто работал над книгой. Да, авторов, там только авторов 14 человек. Да, это коллективная монография. И, в общем-то, мы постарались подключить практически всех специалистов по разным областям экологии, биологии, чтобы охватить все, что можно. Понятно, что даже не в каждом регионе можно найти специалистов по всем группам животных. Особенно там есть малоизученные, труднодоступные группы беспозвоночных животных. По ним вообще специалисты могут быть по одному экземпляру в России, грубо говоря. Но все, кто в Ульяновской области активно работает, мы привлекли. И это, как правило, сотрудники ведущих кафедр нашего педагогического университета, кафедра биологии и химии, мои коллеги. Это сотрудники УЛГУ, кафедра экологии, которые проводили анализ воды и писали соответствующий раздел. И наши коллеги из Ульяновского областного краеведческого музея, которые также участвовали в экспедициях и занимались вопросом освещения этого проекта. Но основная, скажем так, содержательная часть книги разделена на тематические блоки. Это химический состав и анализ воды, растительность наших водоемов и проточных, и непроточных. Это фауны беспозвоночных животных, отдельно насекомых и всех остальных беспозвоночных, которые очень разнообразны, очень интересны. Я сам, как редактор книги, когда ознакомился с очерками авторов, подчеркнул очень много для себя нового и интересного. Это, соответственно, их теофауна, один из основных разделов, который писал наших теолог, кандидат биологической наук, тоже Вячеслав Аркадьевич Михеев. Очень добротный и хороший очерк, там практически вся исчерпывающая информация по рыбному населению наших водоемов. Ну, понятно, что если мы говорим о водоемах, то их населяют самые разные животные и произрастают самые разные растения. Ну, в первую очередь, рыбы, конечно. Вот рыба обитает на столько водоемах. Поэтому вот по составу их теофауны здесь практически вся информация, которая на сегодняшний день есть, о рыбах наших водоемов в этой книге представлена. Полезная и для рыбаков. И для рыбаков, и для ученых. Да, там даже указано, в каком озере какая рыба встречается из тех, что мы обследовали. Ну и, соответственно, дальше идут разделы там уже по фауне земноводных присмыкающихся, по фауне птиц. Вот непосредственно я занимался птицами, изучал птиц водоемов. И по млекопитающим. То есть все разделы. Полная информация. Ну, на самом деле, когда мы на этой книге работали, у нас возник некоторый диссонанс. Дело в том, что оно написано в рамках проектов Ульянско-областного отделения Русского географического общества «Реки и озера Ульянской области». В рамках этих проектов мы 8 лет изучали реки и озера. Это 4. Вот 4. С 2012 года по 2015 мы плавали по рекам. С 2016 по 2019 ушедшие мы выезжали на озера. Собрали массу информации. Но все равно не исчерпывающую. И поэтому, когда мы решили писать очерки, то мы, как я уже сказал, подключили ведущих специалистов, которые использовали не только материал, собранный в этих экспедициях, но и более широкий материал. То есть то, что можно было подчеркнуть из литературы в ходе своих собственных исследований. И поэтому здесь получается научный обзор, он даже шире, чем те экспедиции, которые у нас были. То есть здесь действительно практически вся информация по тем разделам, которые написаны, она актуальна. Но, разумеется, она со временем будет устаревать, потому что исследования проводятся каждый год. Каждый год что-то новое мы находим. Но на сегодняшний день здесь исчерпывающая информация по тем разделам, которые я назвал. Именно по водоемам нашего региона. Вы уже несколько раз сказали, что главным источником информации все-таки были экспедиции. Вот какие может, сколько вообще описано реки и озер, которые вы прошли во время экспедиции? Ну вот сейчас, если можно, я как раз обратился бы к нашей презентации, которую я готовил по этой книге. Действительно, для полевых биологов экспедиция – это самая основная работа. То есть в экспедициях мы собираем весь материал свой научный, который потом обрабатываем, мы уже публикуем статьи и книги. И для этого нужно выехать в поля. И вот первый наш проект был реки и озера. В 2012 году у нас была первая экспедиция по Суре, потом на следующий год мы поплыли по Черемшану, в 2014 году у нас была Свияга, и в 2015 году сразу две реки – это Барыш и Сизранка. И каждый год мы выезжали еще на острова Волжские, как раз они обозначены здесь тоже домиками. То есть Волге мы уделяли внимание каждый год. И, собственно, в ходе этих экспедиций была собрана основная часть научного материала по рекам, но помимо этих рек, которые относятся к крупным и средням, это самое известное нашего региона, помимо этого еще добирался материал по мелким рекам в ходе уже индивидуальных выездов. Ну, что касается, вот как раз здесь участники, вот если говорить о экспедиции, разумеется, состав, особенно если мы говорим о сплаве, то есть это автономный сплав, где-то от недели до двух недель на байдарках, ночевка в палатках. Поэтому здесь у нас в основном и условия самые разные. Бывают тяжелые, там бывает жара, бывает наоборот дожди, сильный ветер. Поэтому здесь у нас участвовали в основном молодые специалисты, аспиранты, молодые кандидаты. И в каждую экспедицию был разный состав, хотя мы старались по всем направлениям брать специалистов. И если у нас какой-то специалист не мог ехать, то мы собирали для него материал и потом уже передавали им для обработки научных уже в лабораторных условиях. И вот за 4 года по рекам у нас сплавилось 25 человек, вот, ну и часть из них, помимо ученых, это еще молодые люди, что очень важно, студенты, которые учились проводить исследования в полях, перенимали опыт, вот, и в будущем многие из них, я надеюсь, станут специалистами, биологами, а некоторые уже работают на научном поприще. Вот, ну и сразу как проект закончился по рекам, он, ну любой проект должен когда-то заканчиваться, разумеется, все реки можно изучать всю жизнь, вот, но нужно когда-то останавливаться, чтобы идти дальше. Вот, мы решили посвятить свое внимание озерам. Как выяснилось, озер в Лианской области достаточно много, вот, в книге Дизькова, по красной точке, да, красной точке, это просто даже их районы распространения, а всего у нас озерок на это 1223 озера в кадастре, да, зафиксировано, однако нужно понимать, что большинство из них очень-очень маленькие. И вот суммарная площадь этих озер всего лишь 650 гектар. Вот, когда мы начали выяснять, какие уже озера требуют внимания, ну, разумеется, мы в первую очередь обратили свое внимание на памятники природы, это особо охраняемые природные территории, часть из них являются озерами. Вот здесь они перечислены, это Кряж, Золотово, Чекалинское, Белое, Поганное, Светлое, Питчерское, Утиное, Песчаное и Черное озеро. Вот они охраняются… В основном в Николаевском районе, я смотрю. Ну, часть из них в Николаевском, да, потому что это реликтовые озера, и там как раз-таки у нас, скажем так, водораздел основной и верхняя плата привозской возвышенности, наиболее древняя поверхность, и там вот эти озера сохранились, реликтовые. Это вот как раз Барышский, да, Николаевский район, Кузоватовский. Вот, и, разумеется, почти, в общем-то, как я уже сказал, большинство озер очень мелкие, и вот только пять более-менее крупных, это вот Белолебяжье, Белое, Кряж, Песчаное и Яек, которые больше 20 гектар, вот, и на эти пять озер приходится около 70% площади всех озер, у Ляшкода, с которых 1200. То есть, представляете, насколько мелкие остальные. Вот, ну, и, разумеется, вот мы, в первую очередь, выезжали на эти озера, как наиболее ценные, и вот за четыре года мы посетили 23 озера, вот, в разных районах, везде, где они есть, эти озера, мы их исследовали, вот, полномерно. Некоторые озера, наиболее важные, посещали даже несколько раз, потому что есть специфические исследования, допустим, если мы приезжаем в мае, у энтомологов, допустим, один улов, которые, насекомые, которые активны в мае, в августе уже другая группа вылетает, поэтому на некоторые озера мы выезжали несколько раз. Ну, вот, поскольку экспедиции на озера, они более легкие, скажем так, мы приезжаем, становимся лагерем, то есть здесь мы могли больше человек брать, вот, оно не ограничилось количеством мест в байдарке, вот, и опытом участников, поэтому здесь у нас уже и профессора выезжали, которые, допустим, не могут позволить себе в байдарках плавать там неделями, вот, брали менее опытных студентов, которые только-только, скажем так, узнавали, что такое пылевое исследование. И вот за все эти годы, у нас за 4 года 48 человек разных приняло участие, все это конкретные люди, то есть это вот как раз та книжка, которая была написана по результатам собранного материала, то есть это все люди, которые выезжали в наш регион, вот, и, соответственно, исследовали его своими руками, собирали материал, сами плавали по этим озерам, то есть они их знают не понаслышке. Ну, и вот результатом стала книга, вот, о которой, собственно, мы поговорили и сегодня продолжим говорить, ну, а чуть позже я, наверное, скажу о перспективах дальнейших исследований, да. Хорошо. Вообще экспедиций было достаточно много и, скорее всего, было много открытий, и в плане каких-то найденных вдруг неожиданно маленьких рек, озер, и в плане новой флоры фауны, вот, может, о них тоже расскажете? Ну да, но если говорить именно о новых водоемах, их тяжело открыть, наш век, потому что география вообще, это наука, уже многие говорят, что это наука прошлого, даже позапрошлого столетия, когда открывались новые, там, какие-то регионы, новые реки, озера, даже, там, эти реки, вот, в нашем регионе есть подробные карты, где большая часть века озер уже обозначена, вот, есть космоснимки, некоторых озер нет на картах, мы их можем найти на космоснимках. Вот, мы нашли новых, прям новых, конечно, озер, как мы не нашли, вот, но безымянные, которые есть на космоснимках, есть на некоторых картах, но у них нет названия на этих картах, такие были. Вот, допустим, озера в районах, в Ленинском районе, около поселка Дубенки, вот, станция Дубенки, вернее, и там два озера Торфиных, которые раньше были видимы болотами, болотами, потом, после выработки там сформировались озера, и название они свои не получили. Вот, местные называют их Дубенки, ну, хотя бы, ну, просто по ближнему населенному пункту, хотя это два разных озера, и, вот, им, наверное, можно присвоить какие-то новые названия, но это отдельная история. Вот, а что касается новых видов животных и растений, то тут, да, тут открытий было достаточно много, вот, особенно в плане энтомологии, наши энтомологи после каждого практически выезда открывали новые виды, не только в Ленинской области, это были иногда и новые виды вообще для Поволжья, вот, возможно, даже для науки, потому что часть из этих видов до сих пор обрабатываются, вот, и потом нужно их сравнить с эталонными коллекциями, вот, но открытие есть. Вот, по моей группе, по позвоночным животным тоже были интересные находки, в частности, вот, на одном из маленьких озер, это светлое озеро, как раз в Николаевском районе, мы приехали и нашли там выводок гоголей. Эта утка у нас гнездится крайне редко, вернее, находки гнезд их очень мало, поскольку все водоплавающие гнездятся преимущественно в прибрежной части, в траве строятся гнезда, то вот гоголи, они в дуплах гнездятся, то есть это такая редкая утка, которая гнездится в дуплах по побережьям. И гнезд их у нас, в общем-то, в прошлом веке одно было найдено, около больших критического рыбхоза, а в этом веке не было ни одного, и вот мы в этой экспедиции нашли целый выводок, то есть явно с нелетными птицами, явно птица здесь гнездилась. Дуплом мы не смогли найти, но вот выводок обнаружили. Это была очень интересная находка. Помимо этого, помимо редких, малоизученных новых видов, собран очень богатый материал по редким краснокнижным видам. Те виды, которые в Ульяновской области обитают, но находятся либо под угрозой исчезновения, либо просто редкие, внесены в Красную книгу. Вот таких встреч достаточно много и по флоре было, и по фауне. То есть вот у нас в 2015 году была издана наша Красная книга в Ульяновской области, в 2025 году она будет переиздаваться, каждые 10 лет она переиздавается. Как раз войдут вот эти новые виды. Да, и разумеется, все новые точки, которые мы обнаружили, они в новые издания Красной книги войдут. Вот поэтому здесь еще была важная работа по изучению состояния уязвимых таксонов на территории Ульяновской области, по ведению Красной книги и пополнению материалов по Красной книге. А может назовете хотя бы краснокнижников? Ну, их было много, но вот, скажем так, наиболее интересными, пожалуй, для меня являются серые журавли. Это крупная птица, редкая у нас Красная книга Ульяновской области, гнездица у нас. И вот она как раз гнездится на самых глухих болотах и озерах. И вот на тех из них, которые далеко от населенных пунктов, где люди не беспокоят, там и журавлей встречали. Вот у нас несколько новых было обнаружено, точки даже несколько новых гнезд. Их всего в Ульяновской области по пальцам одной руки можно пересчитать места, где обнаружены эти гнезда. И вот в ходе этой экспедиции несколько новых гнезд было обнаружено. Потом, помимо именно околоводных птиц, которым из Краснокнижных также у нас относятся, лебеди, шипуны, мы нашли несколько мест, где они гнездятся в Ульяновской области, большие выльпи, сюда же относятся. Были находки редких видов прибрежных зон. То есть это не прямо водоемы, а вот участки, которые примыкают к водоему. Это лесные массивы, поймы. Там еще больше видов. Это редкие наши дятлы, то есть жилна. Потом из редких птиц также у нас были встречены лесной жаворонок, который, в общем-то, живет по опушкам лесов. Но если внутри леса есть какие-то песчаные степи, которые на берегах как-то встречаются, там мы тоже встречаем лесного жаворонка. Склав в Пусуре у нас был первый, с чего у нас началась экспедиция. В Пусуре, вообще этот проект большой, в 2012 году был сплав в Пусуре, и там мы специально поплыли, организовали экспедицию, чтобы посчитать два редких вида. Это кулик сорока и малая крачка. Они занесены не только в Красную книгу Ульяновской области, но и в Красную книгу России. И вот Сура является основным их рефугиумом, то есть это место, где численность их наиболее высока. И это важное место обитания не только Ульяновской области, но и в Поволжье в целом. И поэтому там мы регулярно стараемся проводить мониторинг. И вот там мы посчитали всех куликов сорок, всех малых крачек. Но и потом повторили эту экспедицию в 2019 году. И сейчас результаты новых экспедиций показали, что их численность даже немного увеличивается. То есть она восстановилась, потихонечку увеличивается. И в общем-то Сура продолжает играть важнейшее место для сохранения этих видов. И вообще надо сказать, что каждый водоем уникален. То есть, будь то река или озеро, каждый обладает свою уникальную флору и фауну. Есть, конечно, общие виды, которые характерны для всех водоемов. Но есть и уникальные, которые обитают только там или только там. И поэтому все они нуждаются, конечно, в охране. А наиболее, скажем так, крупные реки, на которых больше всего у нас редких видов, те участки даже, наверное, нужно как-то заповедовать. Часть из них уже являются заказниками, а часть еще только нужно будет создать на них ООПТ, чтобы эти виды там охранялись. То есть, вы этим как раз и займетесь? Да, в том числе по результатам наших выездов у нас есть несколько предложений к нашему министерству про доцикличной экономики по расширению сети особо охраняемых природных территорий. Сейчас у нас в регионе 144, если мне не изменяет, 144 территории. Мы предлагаем еще несколько новых создать на водоемах, либо на участках водоемов, где действительно сохранились эталонные ландшафты Ульяновской области, наиболее ценные эксистемы водные, прибрежные и обитают редкие виды. И чтобы они чувствовали себя в безопасности, там нужно создавать либо памятники труда, либо заказники, где уже основная деятельность будет направлена на охрану этих видов. Но вы сказали, в первом разделе идет речь о качестве водоема, качестве воды. Да, в первом научном разделе, да. Да, вот как вы считаете, самая чистая река и озеро Ульяновской области? Какие? Можно так сказать? Скажем так, ну это все условно, да, поскольку это параметры и частоты могут меняться в зависимости от сезона, то есть после паводковых вод в половоде вода становится мутная, потом, когда паводка и вода проходят, в меже она становится прозрачная. Вот всем известно Ульяновское озеро, Белое озеро, которое в Николаевском районе известный курорт, оно действительно уникально. Вот его сапропель, то есть вот этот вот ил, который на ней находится, он обладает уникальной способностью очищать озеро. То есть он все впитывает, все, грубо говоря, нечистоты, которые в это озеро попадают, либо которые там есть, и там вода, несмотря на очень высокую рекреационную нагрузку, которая должна, конечно, регулироваться, там сейчас очень много санаториев, и практически все лето там вдыхают люди, там вода продолжает оставаться чистой. Это, пожалуй, одно из самых уникальных озер в плане чистоты. Конечно, редких видов там немного, как раз таки из-за того, что там люди обитают постоянно. Вот, и, в общем-то, большинство редких видов, они урбофобные, они боятся людей, поэтому их там не так много. Но вода там продолжает оставаться чистой, и это жемчужина ульяновской области, которую надо сохранить. Вот, что касается рек, то, как я уже сказал, тут качество воды сильно меняется, вот, но самое плачевное состояние, одно из самых плачевных, но это, разумеется, Волга. Всем известны проблемы Волги, связанные и с цветением ее, поскольку проточность уменьшилась. Вот, застой мы даже заболачиванием, речь идет уже о заболачивании Волги и Свияга. Вот, если говорить о самых грязных, то, пожалуй, больше всего бросит нам в глазах Волга и Свияга. Волга – это загрязнение в основном стоками. Что касается Свияги, то там, помимо загрязнения стоков с полей, это удобрение разнообразное, смыв из полей, поскольку она течет по аграрным районам, это еще и бытовое здравоохранение. Вот, там очень много дыхающих людей, которые просто, не думая, выбрасывают бутылки в воду. И на многих реках это незаметно, потому что бутылка течет, дальше попадает, соответственно, в другую реку, и в конечном итоге где-то попадает в море и дальше там. Ну, в нашем случае в Каспийское море. Все наши реки относятся к бассейну Волги, а Волга впадает в Каспийское море. И поэтому они там оказываются. И, разумеется, на просторах моря где-то все это теряется. А на Свияге там создалась уникальная ситуация, в Верховье в Среднем течении там много естественных завалов. То есть деревья падают, речка там еще не широкая, и образуют такие естественные завалы, что нормально для реки. Это кустарник, какие-то бревна, так называемые расчески, то есть повисающие деревья, которые не полностью упали в воду, повисают над водой. И как бы сами по себе эти завалы ничего страшного из себя не представляют, только для туристов препятствий, их нужно разбирать, чтобы плыть дальше. Но вот именно на Свияге они чередуются с огромным количеством мусора бытового. Это бутылки пластиковые, металлические, какие-то стеклянные бутылки, которые не утонули. Но основном, конечно, пластик. И вот так много и в некоторых участках мы просто, ну, мы в воде, по пояс в воде забирались завалы, чтобы плыть дальше, мы просто стояли в этом мусоре. И это, конечно, ужасно. То есть вот само русло в Свияге и побережье Волги, побережье Волги тоже испытывает очень высокое антропогенное воздействие, много мусора. Вот там нужна реабилитация. Хотя бы вот этот вот, сейчас идет большая программа по восстановлению Волги, которая связана с, основная задача уменьшить стоки. Но помимо стоков нужно, конечно, уделить внимание очистке береговой зоны. То есть элементарно просто собирать какие-то отряды студентов, волонтеров, школьников, давать им большие мешки, организованно вывозить их туда, чтобы просто очищать наши берега. Вот. В некоторых реках эта проблема стоит очень остро. Ну а там, где людей поменьше, или где река более проточная, там это не так заметно, и мусора поменьше. Но вот мне очень понравилась река Черемшан. Она практически, на значительном своем протяжении, она течет вне населенных пунктов, а по лесу. И вот если действительно кто-то хочет, хотя у нас густонаселенный регион, много народу проживает, но если кто-то хочет уединиться, почувствовать себя где-то в безлюдной местности, то я рекомендую справиться по Черемшану. Это прямо от границы Ульяновской области, от Нового Черемшанска и до Димитровграда. Там внизу уже начинаются населенные пункты, а вот в средней части, в начале, там практически нет населенных пунктов, и можно несколько дней плыть, не встретить ни одного человека. Красота. Да, это действительно красивая, чистая речка. Единственный минус – много комаров, то есть нужно запастись репеллентами. Ну и, конечно же, мы настоятельно просим не оставлять после себя мусор. То есть если вы путешествуете по рекам, то за собой точно нужно убирать, а по возможности лучше, конечно, и перехватить еще чужой мусор, если кто-то оставил, потому что по рекам не так часто сплавляются. Вот если вы там оказались, то видели мусор, то можно его с собой захватить или сжечь хотя бы, чтобы он там не валялся. Потому что пластиковая бутылка может валяться там и портит этот ландшафт brakes. Но пластик не сожжешь, да, его лучше забрать. Лучше забрать, да. Лучше забрать. Потому что пластик, да. Ну хотя, если уж выбирать между тем, чтобы его оставить там валяться и сжечь, можете иногда, если его немного, то можно и сжечь, чтобы он просто не отравлял там, грубо говоря, экосистему. Потому что тоже, разумеется, жить вредно. Но если он будет там просто валяться долго, то это еще хуже. Но лучше, конечно, все это привести с собой и сдать в утилизацию. Сейчас у нас уже входит в наш быт раздельный сбор мусора, переработка мусора. И он может даже пойти на производство чего-то нового. То есть нам нужно при таком количестве народа и такой нагрузке на их системе нужно учиться жить в гармонии. И, конечно, вторичная переработка и культура экологического населения. Это то, без чего мы не сможем дальше существовать нормально в природе, в том числе в Ульяновской области. Ну вот все-таки я хотела остановиться на Волге. Как раз она у нас здесь, мы видим ее. Волга мелеет, я так поняла. И раз идет заболачивание, это с чем связано? Может, об этом еще скажете? Волга, ну как? Ну нужно понимать, что на сегодняшний день Волга, по крайней мере в пределах Ульяновской области, это неестественно. Река – это два водохранилища. Основное наше Куйбышевское, которое вот в Ульяновске, и южнее в Радическом районе часть нашего региона захватывает Саратовское водохранилище. То есть это полуискусственные эксистемы. И уровень воды в них регулируется человеком. И определяется несколькими основными, скажем так, приоритетами. Ну, конечно, главный из них – это водоснабжение городов. На Волге очень много городов, и вот наш Ульяновск тоже вся пробережная часть, в общем-то, вот забор у нас Волжский. То есть, ну без воды мы знаем, сколько мы проживем, очень недолго, там сутки, двое. Вот потом, поэтому, соответственно, качество воды Волги и ее наличие просто, оно необходимо для существования крупных мегаполисов, ну и вот нашего города Ульяновска. Помимо этого, разумеется, все эти ГЭС строили для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Это тоже важный приоритет, и как раз с ним основные большие проблемы. Для того, чтобы энергию вырабатывать, нужно сбрасывать воду. Когда вода сбрасывается, раскручивают турбины, мы не получаем энергию. Но при сбросе воды, особенно когда это делается весной, после того, как рыба отнерестилась, а рыба старается не реститься в наиболее мелководных участках, то есть она заходит в заливы, в мелководные участки, на побережье, где откладывают икру на растительность, ну там, как правило, на растительность, либо прямо на гальку, и, соответственно, в прогреваемые участки, чтобы икра лучше развивалась. Ну и рыба отложила икру, массово отнерестилась, а потом уровень воды сбрасывают, получают вот эту электроэнергию, деньги за нее, а та икра, которая оказалась на суше, она просто высыхает и погибает. И, к сожалению, приоритет рыбных ресурсов у нас в стороне маленько. От финансовых, скажем так, приоритетов, которые получаем от электроэнергии, но мы теряем большие ресурсы воды. Вот сейчас по инициативе губернатора, я знаю, предлагается повысить нижний подпорный уровень, чтобы сброс был меньше и уровень воды был высокий. Для сохранения рыбных ресурсов, для их пополнения, это будет благо. То есть больше икры, скажем так, превратится в мальков, и стадо рыбы, рыбного населения в Волге и заливах должно увеличиваться. Вот, в результате этого мероприятия. Вот, и это своевременный шаг. Ну и плюс, это немного нас обезопасит от, скажем так, в плане водопотребления. Все помним 10-й год, когда была сильная засуха, да, мы были близки к катастрофе, вот. Но, слава богу, там в конце августа уже пошли дожди, и уровень пополнился. Вот, это была неожиданная засуха, вот. И, а быстро наполнится до хранилища не получится. Даже из полностью закрыть все, соответственно, дамбы, то наполнение будет все равно идти очень медленно. Плюс постоянное испарение, и какой-то сток все равно должен идти постоянно. Вот, поэтому, конечно, поддерживать более высокий уровень, вот, был бы и безопасно, и благоприятно для рыбных ресурсов. Но, если нельзя его задирать, потому что все мы знаем, что есть опузни и, в общем-то, берега. Сейчас у нас Волга находится не в своих естественных берегах, а потапливает. И, в том числе, вот новые вот эти обрывы, которые такие красивые, но, к сожалению, которые каждый год съедают там сотни гектар земли, поскольку идет обрушение, они подмываются кубическим водохранилищем, которое находится в своем ложе, и, вот, собственно, волнами прибойными берег размывается, вот. Вот, что приводит и к повышенному заелению, то есть это все превращается в ил, и тоже загрязняет водоем. Вот, ну и потери плодородных земель. Вот, поэтому тут нужен уровень такой сбалансированной, чтобы, в общем-то, и воды было достаточно, но и в то же время, чтобы размыв берегов был минимальным. А вот цветущая вода в Волге, она опасна для человека? Конечно, это вообще одна из самых основных проблем. Раньше, до создания каскадовых водохранилищ, Волга была проточная, быстрая река, холодная, ну, прохладная, и водоросли там просто не могли эти жить. Им нужна теплая, хорошо прогреваемая вода. Вот, там они начинают свисти, бурно размножаться, и после того, как водохранилищи были созданы, они были созданы в нашей Курбуческой в 56-м году, вот она уже больше полувека функционирует, проточность уменьшилась, площадь увеличилась, прогреваемость стала лучше, и эти сине-зеленые водоросли нашли для себя благоприятное, скажем так, место обитания. Интенсивно размножаются, а потом, когда их становится много, они начинают гнить. Вот, и во время гниения они кислород потребляют. И это большая проблема, это приводит к заморам рыбы. Вот, и, к сожалению, решить эту проблему разово, даже при наличии большого количества денег, очень тяжело, поскольку естественных потребителей этих водорослей в нашей фауне нет. Вот, некоторые рыбы, скажем так, амурского бассейна, толстолобики, вот, и близкородственные виды, они могут питаться этими, в том числе сине-зелеными водорослями, но в наших условиях они не могут размножаться, им нужны еще более теплые условия. Поэтому их просто зарубляют ими водохранилищ, насколько это возможно, они живут свою жизнь, но потомство не дают. Вот, и поэтому нужно постоянно их пополнять. Запасы, они вот могут, скажем так, естественным путем очистить от сине-зеленых водорослей наш водоем. Но это, опять же, этого недостаточно, потому что, ну, вы видели, и я потом позже покажу картинку, когда идет светение, эта вода опасна не только в плане питья, но там даже, в общем-то, мыться тяжело бывает, потому что выходишь тут весь в зелень. И это самый большой бич. Вот, и в связи с этим, вот, как раз-таки мы закончили проект по рекам и озерам, который касался всех рек и всех водоемов, но теперь, как я уже сказал, у нас в России несколько национальных проектов, как вы знаете, реализуются. Вот, и два из них, они очень локальные, конкретные, посвященные конкретным регионам. Это первое, это сохранение Байкала, всем известно, уникальность этого озера, самый большой источник пресной воды в мире, и вообще там уникальные флоры, много эндемиков, видов обитающих, только там, безусловно, это изюминка России. И второй проект, это сохранение Волги, вот, а для нас это особенно важно, мы живем на Волге. Вот, Волга... Мы пьем ее. Мы пьем ее. Вообще, в бассейне Волги живет большая часть населения России. А бассейн Волги, это не сама Волга, это еще и все притоки, и притоки притоков. То есть, все, что в конечном итоге впадает в Волгу, все реки, все относится к бассейнам Волги. Европейская часть России в большей части своей представлена бассейнам Волги. И это основные аграрные и промышленные регионы. И, разумеется, все стоки, все отработанные воды, все это в конечном итоге впадает в Волгу, и ее, в общем-то, влияет на ее экосистему. Вот, и в связи с этим мы сейчас запускаем тоже по линии Ульянско-областного отделения Русского географического общества проект Волгу в Ульянской области. И в ближайшие годы, наверное, тоже будет проект многолетний, 3-4 года, мы будем изучать целенаправленно экосистему водохранилищ в пределах Ульянской области. Это, опять же, качество воды, состав флоры и фауны, как изменяется флора и фауна. Потому что прежде чем вырабатывать какие-то мероприятия, они должны быть научно обоснованы. И мы должны знать досконально, что происходит с Волгой, чтобы не ошибиться в каких-то... Один раз уже когда... Сейчас уже, ну, большинством признается, что создание этих двух хранилищ было ошибкой. Это, конечно, позволило, в общем-то, подтолкнуть промышленность к развитию промышленности, к увеличению городов, но в целом мы почти потеряли вот эту важнейшую водную артерию. Вот. И сейчас большая проблема, что же с ним делать? Спустить эти водохранилища безопасно сейчас невозможно, потому что там огромный слой ила и, опять же, водозаборы. Вот. Если концентрация воды уменьшится, ее площадь, площадь поверхности воды и вообще объем воды, то концентрация стоков увеличится, и она будет еще более грязная. И так уже грязная, дальше некуда. Поэтому сбрасывать объемы сейчас невозможно, но и сохранять в таком виде ее тоже долго нельзя. То есть, потому что и срок эксплуатации уже этих гидроэлектростанций узлов подходит к своему уровню. То есть, они были рассчитаны многие на полвека, а полвека уже прошло. Вот. Да. Но тогда строили в советское время запасом, и поэтому как бы они еще работают, ну, и периодически их там ремонтируют, как-то реставрируют. Вот. Но, тем не менее, качество воды все, в общем-то, постулируют однозначно, практически все ученые, что с каждым годом Волга лучше точно становится, и становится, как правило, хуже. И вот сейчас эта большая программа направлена на уменьшение стоков Волгы, и действительно, если получится существенно уменьшить стоки, то любая природная система, даже вот такая полуискусная, как наша водохранилищая, она способна к самоочищению. Если стоков будет меньше, соответственно, Волга, грубо говоря, уже не будет захлебываться в этих нечистотах, то постепенно она сама восстановится. И тогда уже можно будет и, может быть, постепенно спускать уровень, чтобы берега восстанавливались, береговая зона. Но начинать нужно именно с уменьшения загрязнения Волги. Это самое главное. И, собственно, вот эта вот синезеленая водоросль, помимо того, что им нужно тепло и площади, слава проточные водоемы, еще органика для развития. А вот как раз-таки все эти споли и удобрения, которые поступают в Волгу, это дополнительная подпитка органики для развития синезеленых водорослей. И, соответственно, если уменьшится загрязнение, то и их тоже меньше будет. То есть это нужна полномерная, постепенная работа, очень кропотливая, дорогостоящая. Но Волга, она бесценная. Поэтому любые средства, которые необходимы, их, конечно, нужно изыскивать и тратить, потому что другую такую реку мы не найдем, где живет половина населения России. Так что в связи с этим мы решили детально заняться. Но если как раз говорить о Волге, я говорил, что сейчас это у нас два водохранилища, Куйбышевское основное, причем основные плесы у нас, и Остаратовское. И в целом, конечно, наиболее ценные пойменные угодья были затоплены. Это тысячи пойменных озер, заливные луга, с которых сено поставлялось не только в Ульяновской области, но вообще во всю центральную Россию практически. Были очень тучные луга. Все это было затоплено. И сейчас в основном это большие объемы воды, но в Ульяновской области остались еще на водохранилищах изюминки. Это высокие участки поймы после затопления водохранилища превратились в острова. И у нас их не так много. Тут представлены Тургеневские острова, Архипелаг, то есть группа островов, Головкинские острова в Старомайинском районе, и на юге Пальчинские острова. Это Архипелаги крупные у нас, три основных. И есть еще отдельные острова, всем известный Пальчинский, напротив нашего города. Невелико от моста, да, и Пальчинский остров, Пальчинский остров как раз таки очень... Пальчинский остров, кстати, областного значения. Остров Барокк, Черешамском заливе, и еще несколько островов. Они сейчас играют роль важнейших мест обитания Волги, и поэтому вот в первую очередь мы уделим им внимание. Потом в Верховьях заливов, и вообще в заливах сохранились еще потопленные участки Поймы. Это вот такая вот мозаика, очень интересно. На самом деле это все тростниковое. Красиво смотрится. Красиво смотрится. И это вот Верховья Черемшанского залива, здесь много тростниковых крепей, зарослей, проток, и все это населено самыми разнообразными животными. Вот, которые и птицами, и насекомыми, и, разумеется, рыбой, которые изучены еще не в полной степени. И вот в ближайшие годы мы планируем как раз таки изучать наши острова. Заливы, вот Лолжский залив основные, Черемшанский, Стромальский, Березовский, Ивановский, наиболее крупные Волжские острова. Я их тоже вот перечислял. Тут пять основных, но другие мы тоже, разумеется, будем изучать. И вот как раз таки вот если мы посмотрим на эту карту справа, это вот Волга, вот эти острова, вот они, маленькие точечки, это все вот эти вот Волжские архипелаги, извиняюсь, да, и вот эти вот заливы. Самый крупный у нас Черемшанский, вот Стромальский второй, потом Березовский, и вот Ивановский. Ну и уже, зумеется, побережье Волги, то есть побережье мы тоже будем изучать. Но вот помимо изучения, мы все-таки постараемся еще как-то свою деятельность сделать, не только, скажем так, теоретический, научный, вот, ну и с практической точки зрения, может быть, организовать какую-то именно уборку, расчистку, вот, то есть привлекать студентов, чтобы сделать не только хорошо изученными нашу Волгу, но и сделать ее почище, вот. Но это как бы отдельная работа, но постараемся в рамках экспедиции, может привлекать больше людей, вот, чтобы пока ученые занимаются исследованием, допустим, те студенты, которые учатся заниматься исследованием, параллельно занимались уборкой. Ну, может, не только студентов стоит приглашать. Да, может, школьников, может вообще любых волонтеров, потому что... Могут и пенсионеры, кстати, присоединиться. Да, да, то, что чтобы, как известно, чтобы сохранять эффективно, нужно изучить, но и чтобы изучать что-то, это должно быть тоже сохранено, то есть это все должно идти параллельно, и сохранение, очищение, восстановление Волги, и ее изучение, то есть это все должно идти в комплексе и совместно. Так, вот. А, да, ну вот, собственно, да, это вот последний слайд, это вот мы сняли несколько лет назад, как раз в Чернишанском заливе, конечно, когда у нас в летний период при определенных погодных условиях Волга становится настолько зеленой, что оно это близко к катастрофе и ведет к замору, то есть, если такая зеленка стоит несколько дней, то это уже приводит к замору рыбы, то есть, рыбе тяжело просто там элементарно дышать, кислород становится мало в воде и она погибает, вот. Ну, и, разумеется, эта зеленка, она покрывает не всю поверхность, ее ветром туда-сюда носит, но в какое-то время она в каких-то местах концентрируется, и тогда вот это, в этих участках возникает такая напряженная ситуация, вот, и, разумеется, и самое главное, что с этим, к сожалению, ничего, то есть, взять и убрать эту зеленку не получится, то есть, нужно просто восстанавливать Волгу в плане именно чистоты самой реки. Ну, вы о дальнейшей работе сказали, а еще совсем скоро на днях будет презентация этой книги новой, где она будет проходить, давайте вот зрителям пригласим. Да, да, все желающие, кто хочет эту книгу посмотреть, может быть, даже каким-то образом получить, сейчас мы думаем, как это сделать, презентация у нас будет 6 февраля в 3 часа дня после обеда в Гончаровском музее, это филиал Кровейческого музея, вот, на Гончарова, там, соответственно, мы приглашаем всех желающих, там будут библиотеки, городские библиотеки все, часть районных библиотек, ассоциации учлей географии, все участники проекта. Мы всех пригласили, кто смог, придут, вот, мы книги раздадим во все библиотеки города, в библиотеке районов, постараемся, чтобы они были, хотя бы, у нас есть ассоциации учлей географии, и в каждом районе каждый учитель географии, соответственно, курирует деятельность какой-то карьеведов, и вот каждому из них мы эту книгу раздадим, вот, ну и всем участникам проекта тоже, вот, и там, соответственно, можно будет задать вопросы, какие интересуют по состоянию рек и озер, вот, по планам, вот, по самой книге, вот, там можно будет посмотреть, получить, и поэтому всех желающих мы приглашаем, вот, и как раз-таки основной тираж, наверное, у нас вот там и будет представлен. Ну, я надеюсь, что переиздание книги тоже в дальнейшем планируется. Да, сейчас... Но об этом, наверное, вы будете как раз на презентации. Да, сейчас у нас измены 750 экземпляров, это, ну, это и немало, но и немного, конечно, это все относительно, поэтому мы в первую часть сначала по библиотекам, чтобы доступ был у всех, кому нужно, вот, а потом в дальнейшем, наверное, да, соберем новый материал, дополним эту книгу, как раз вот по результату, может, проекты по Волге у нас будут новые материалы, вот, и, да, возможно, через несколько лет уже доработанная, переработанная эта книга еще раз увидит свет, если она будет востребована, но, я думаю, да, для краеведов, да, вообще просто для жителей Львановской области, которые живут в нашем регионе, я думаю, всем полезно познакомиться поближе с нашей природой, узнать, насколько она красива, потому что вот сколько мы ездили, но потом вот вы тоже книгу полистаете, очень у нас много таких красивых озер и рек, и вообще ландшафтов, и иногда даже не надо ехать куда-то там в тропические страны, там, или какие-то заморские диковинные, там, курорты, очень много красивого можно увидеть здесь, и как раз-таки одна из задач этой книги, чтобы Львановская область стала ближе, интересней нашим жителям, вот, она действительно интересна, но просто не все об этом знают, а задача этой книги, чтобы как можно больше людей узнали, что, чем наш регион уникален, что у нас есть интересного, и, конечно же, отдыхать можно, отдыхать и делать что-то полезное, не только там за пределами нашего региона, но и в нашем регионе тоже. Спасибо, Михаил, желаю вам успехов в вашем очень нужном деле, спасибо. Вам спасибо тоже, что это интересное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова